Приветствую дорогие друзья! Возможно история России была бы иной, если бы 8-го, 20-го мая 1887 года Шлиссенбюргере не был казнен 21-летний революционер-народоволец Александр Ульянов. Говорят, революция и свержение царизма стали местью Ленина за смерть старшего брата. Александр Ильич Ульянов родился 31 марта 12 апреля 1866 года в семье педагога и статского советника Ильи Николаевича Ульянова и Марии Александровны Ульяновой, урожденный Бланк. Саша рос серьезным и вдумчивым мальчиком. Будучи старшеклассником симбирской классической гимназии, он увлекся естественными дисциплинами, особенно химией. Даже оборудовал в доме небольшую лабораторию, где проводил опыты. В 1883 году, окончив гимназию золотой медалью, Александр поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, где активно занимался научной работой. В то время в студенческой среде были в большой моде революционные настроения. Ульянов стал ходить на собрания революционных кружков, несколько раз принимал участие в политических демонстрациях. В декабре 1886 года вместе с товарищем по учебе Шевыревым Александр Ульянов организовал теоретическую фракцию партии «Народная воля». Программа ее принятая феврале 1887 года предполагала ни больше ни меньше, как совершить покушение на царя Александра III. Было решено подкинуть царю бомбу, но на взрывчатку требовались деньги, и тогда Александр не нашел ничего лучшего, чем продать свою гимназическую золотую медаль и на вырученные средства приобрести сырье. Была назначена конкретная дата покушения – 1 марта 1887 года, но в руки полиции попало одно из писем заговорщиков. 15 членов фракции подверглись аресту, в их числе оказался и Ульянов, который был одним из организаторов. Главных заговорщиков заключили в Петропавловскую крепость. В апреле 1887 года Ульянова и его товарищей Шевырева, Андреюшкина, Генералова и Осипанова приговорили к смертной казни через повешение. Рядовые участники фракции были осуждены на каторгу и ссылку. Марии Александровне Ульяновой, к тому времени уже остававшейся вдовой, удалось попасть на прием к императору и получить разрешение на свидание с сыном. Во время этого свидания она попыталась уговорить его подать императору прошение о помиловании. Вначале он отказался, но потом дал согласие. «Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер я решаюсь просить вашего величества о замене несмертной казни каким-либо иным наказанием», – писал Александр. «Может быть, если бы он написал какие-нибудь слова, свидетельствующие о раскаянии, у него оставался бы шанс, но испрошение следовало, что Ульянов был обеспокоен только благополучием своих родных и вряд ли раскаивался о содеянном. Поэтому приговор ему не изменили. Александр Ульянов и его товарищи-народовольцы были казнены в Шлиссельбургской крепости 8-го, 20-го по новому стилю мая 1887 года». Один из самых распространенных мифов об Александре Ульянове гласил, что он является внебрачным сыном Александра III. Якобы в молодости Мария Бланк служила фрейлиной при императорском дворе и обратила на себя внимание великого князя. Имя старшему сыну она дала в честь настоящего отца. Когда же он вырос, Мария рассказала, кто его родной отец, и тот так сильно обиделся на родителя за поруганную материнскую честь, что решил убить. Между тем, Мария Александровна вряд ли вообще когда-нибудь встречалась с императором, который к тому же был моложе ее 10-ю годами. Да и первенцем в семье Ульяновых был не Александр, а дочь Анна, родившаяся в 1864 году. По другой же версии Александр был сыном террориста Дмитрия Каракозова, совершившего в 1866 году неудачное покушение на Александра II. Но опять же нет доказательств, что Каракозов хоть раз встречался с Марией Ульяновой. Все, что было общего между Каракозовым и Ульяновым, это попытка цареубийства и казнь за нее. С момента казни Александра Владимир Ульянов видел для себя только один путь – довершить дело брата. Однако, как гласит легенда, он произнес слова «Мы пойдем другим путем». Если народовольцы считали, что изменить ситуацию в России к лучшему может убийство императора, то Ленин прекрасно понимал, что на смену одному монарху придет другой, и что менять надо сам существующий строй. Кто знает, если бы Александр Ульянов не увлекся бы идеями революции и не был бы за них казнен, то, возможно, не случилось бы Октябрьского переворота в 1917 году, а расстрел царской семьи в июле 1918 года действительно походит на месть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова